Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и я очень рада вас приветствовать в моем четвертом дне недели стартов. Как вы уже поняли из названия данного видео, я участвую в одном очень интересном совместном проекте, который называется тематическая неделя стартов, то есть я и другие девчонки, мы каждый день начинаем новый вязальный проект, и, к слову, ссылки на каналы других девчонок, которые также, как и я, снимают свои отчетные видео каждый день, будут внизу под видео, вы сможете перейти, посмотреть и узнать, что интересненького решили сегодня повязать они. Значит, наверное, прежде чем я начну рассказывать вам о своем новом процессе, который я сегодня буду заводить, я хотела бы, наверное, по горячим следам, скажем так, немного вам рассказать о своем вчерашнем процессе, поскольку мне кажется, что когда я приступлю к следующему, мои воспоминания, в основном негативные о данном процессе, они немного сотрутся, а мне хотелось бы некоторые моменты все-таки осветить. Значит, вчера я вам показывала, что я начала вязать детский шлем по описанию Ксении Маликовой, и я знала, что на это описание довольно неоднозначные отзывы, многим он, то есть данный шлем нравится, некоторые считают его не самым удачным, значит, я его практически связала, то есть у меня основное, как бы, тело шлема, оно уже связано, связан подклад, вот так вот это выглядит, и я уже приступила к обработке низа, да, то есть я сейчас буду вязать, как бы, манишку, да, которая будет, ну, утеплять грудную клетку и шею ребенка. Если говорить кратко о материале, да, то я более подробно об этом рассказывала во вчерашнем видео, но, тем не менее, я, наверное, повторюсь, немного скажу, что данную шапку-шлем я вязала из остатков пряжи, это стопроцентная исландская шерсть от фирмы Летлопи, вот так вот выглядит мой моточек на данный момент. Эту пряжу я использовала для внешнего слоя шапки, а внутренний подклад я вязала из остатков Drops Air, светло-серого цвета, и мне кажется, это довольно удачное было решение, поскольку подклад получился очень мягким, очень теплым и таким пухленьким. На самом деле шапка настолько толстая, что мне кажется, что она похожа на подушку. Вот. Конечно же, в процессе вязания шлема я ужасно плевалась, я не буду лукавить, говорить, что описание мне далось легко. Порой мне хотелось его бросить, и, не знаю, это было просто испытание моей нервной системы, поскольку я люблю вязать, знаете, понимая, что я делаю и к чему это может привести впоследствии. Так, например, я могла бы исправить один момент, который, ну, мне кажется, не самым удачным в данном проекте, и вот вы можете сейчас видеть, о чем конкретно я говорю, вы видите, да, как вот этот внутренний подклад, он норовит все время вылезти. Это связано с тем, что когда начинает вывязываться шлем, а он вывязывается именно, как бы, с полурезинки, сначала вывязывается полурезинка, затем начинается вязаться внешняя часть шлема, затем она, как бы, закругляется, да, и затем начинает вывязываться внутренняя часть шлема, при этом полурезинка, как бы, она не соединяется между собой, а по открытым петлям, то есть вот так вот это выглядит, начинает привязываться внутренняя часть шлема, и это, на мой взгляд, огромный недочет, поскольку именно этот момент приводит к тому, что это все начинает вылазить наружу, я наверное пройдусь каким-нибудь швом, здесь может быть тамбру или еще каким-нибудь назад иголку здесь возможно возьму какую-то контрастную нить и попробую соединить полурезинку все-таки вот так вот между собой дабы вот это все не выворачивалось и если бы я конкретно знала, как вяжется этот шлем, если бы там было какое-то более или менее адекватное описание кроме как провяжите 2 петли лицевых там 10 изнаночных повернитесь, вяжите там опять столько-то лицевых, столько-то изнаночных было бы более понятно что и зачем ты делаешь и возможно вот этого момента мне удалось бы избежать, конечно в будущем, если я буду вязать шлем, я обязательно буду провязывать по 2 петли вместе тем самым соединяя полурезинку как бы в единое целое и потом уже по краю резинки я буду просто поднимать петли на внутренний слой то есть просто буду поднимать петельки да, как бы из наборного края грубо говоря поэтому, да этот момент, конечно, мне очень-очень не понравился вот, так же что я хотела бы сказать для более анатомической посадки здесь действительно не хватает укороченных рядов попереду их стоило бы добавить но я думаю, автор описания не стал это делать именно из-за узора поскольку он здесь как вы можете заметить проходит по макушке шлема и по как бы частям, да с одной, со второй стороны вот так вот это выглядит здесь проходит узор и дабы его не сбить каким-то образом здесь укороченные ряды не провязываются вот, хотя я думаю если бы вязать каким-то другим узором например, платочной вязкой или лицевой гладью то эти укороченные ряды легко можно добавить вот поэтому, наверное в следующих своих шапках-шлемах я буду стараться исправить эти моменты да, поскольку само описание в принципе конструкция шлема то, как он вяжется мне вполне понравилось хотя я, честно говорю когда я вязала этот шлем у меня было, наверное три или четыре таких приступа когда я реально хотела все вязание забросить но именно этот проект да, не телестартов она меня так промотивировала и я смогла взять себя в руки и все-таки доказать в первую очередь самой себе что я могу я просто себе говорила так, тряпка соберись давай ты можешь совладать с этим описанием поэтому я практически уже на финишной прямой мне осталось в принципе вывязать манишку и я надеюсь что к выходным шапка шлем будет готова вот значит что касается еще одного момента это то, что скорее всего на манишку этой пряжи мне не хватит и мне придется делать какую-то комбинацию у меня есть два варианта сейчас я вам их покажу у меня есть остатки голубого цвета и красного красная пряжа у меня осталась после шапки ката шапки как она называется хэт хаппи кэт которую я вязала в понедельник и у меня есть такая яркая голубая пряжа которая у меня осталась после того как я вязала свитер эльзы сейчас вам покажу о чем это идет речь я вязала для своей дочери лапопейсу давайте небольшой кусочек покажу это вот такая вот лапопейса из литлопи она более светло серого цвета и на ней я вывязывала жаккард вот я надеюсь вам видно и вот значит я решила что возможно было бы неплохо извязать остатки либо голубого либо красного цвета сделав несколько полосок чередуя голубой и серый например цвет или серый и красный цвет и пустить поманишки несколько таких полосок что я имею ввиду я буду например провязывать 3 ряда серым цветом потом 3 ряда голубым 3 ряда серым там 3 ряда голубым к примеру да вот сейчас я провяжу резинку и затем уже когда перейду к расширению полотна собственно говоря на саму манишку я начну делать полосы вот такая вот у меня есть идея и я надеюсь что очень скоро мне удастся этот шлем закончить думаю со шлемом мы с вами разобрались, вот так вот продвигается мой проект, в принципе шлем мне нравится, я считаю его очень-очень теплым, даже не представлять это реально подушка, просто такой теплый, такой толстый сверху лед лоб и невероятно пушистый я не знаю видно вам или нет что-то вот и внутри Drops Air он такой пухленький в общем это делает полотно нереальным значит на Оливию я шлем примеряла он немного ей великоват но я думаю что даже если в этом году мы его практически не поносим то на следующий год он думаю еще будет в самый раз поэтому удачный проект я рада что я выбрала не шлем на обхват головы там 48-50 см а взяла 51-53 см самый большой скажем так размер поскольку если бы я вязала на размер поменьше возможно тогда бы мне серой пряжи хватило вот имею ввиду лед лоби но я тогда не была бы так уверена что шлем был бы как раз мне кажется он был бы ну знаете так совсем впритык и вряд ли бы смог прослужить нам в следующем сезоне так что да со шлемом теперь точно все и давайте теперь я более подробно расскажу вам о сегодняшнем проекте также буду вязать очередную шапку тоже по описанию и давайте об этом более подробно значит друзья давайте теперь я поближе покажу вам пряжу и более детально расскажу вам о том проекте который я планирую сегодня вязать значит как я уже говорила я буду вязать очередную шапку для своей дочери это будет снова шапка по описанию по описанию Ксении Маликовой и называется эта шапка North Head я сейчас постараюсь вставить фотографию чтобы вы понимали о чем идет речь я слышала очень много хороших отзывов о конструкции данной шапки я слышала что она отлично сидит по голове и в принципе ну как бы отлично подходит для маленьких деток именно поэтому я решила попробовать ее связать вязать я ее буду как вы видите из пряжных остатков я специально положила целый моточек для того чтобы показать как выглядит собственно говоря пряжа которую я сегодня буду использовать но я буду использовать не новую пряжу а именно вот эти вот пряжные остатки которые у меня есть в залежах это пряжа от фирмы Drops называется она Nepal выглядит она вот таким вот образом это такие вот небольшие моточки у меня это пряжа в белом цвете это классический по моему белый цвет цвет номер 1101 у меня этой пряжи 128 грамм именно белый цвет пряжи будет основным то есть как бы начало шапки и основные полосы у меня будут идти белым цветом также я буду использовать серый цвет это вот такой вот серый номер у него 0517 это очень красивый меланжевый серый цвет я уже неоднократно его использовала у меня есть лапа пейса который я вязала из этой пряжи и также у меня есть варежки которые я совсем недавно себе связала также использую пряжу Drops Nepal и вот я решила что было бы неплохо пристроить вот эти вот небольшие остатки серого цвета а также пряжу белого цвета для того чтобы связать детскую шапочку украсить я ее планирую вот таким вот белым пушистым помпоном это помпон из меха натурального сайта Алиэкспресс по-моему это енот если мне не изменяет память к слову я снимала очень подробное видео о моих удачных покупках сайта Алиэкспресс и там оставляла ссылку на все магазины в которых я совершала свои удачные покупки в их числе был магазин в котором я приобретала эти помпоны поэтому если для вас актуальна тема поиска интересных, скажем так, качественных меховых помпонов на сайте Алиэкспресс то возможно это видео окажется вам полезным ссылочку на него я обязательно оставлю внизу также, друзья, внизу под видео будет ссылка на собственно говоря профиль автора по мастер-классу которого я буду вязать сегодня шапочку напомню, девушку зовут Ксения Маликова и ее вы можете найти в инстаграм вот, значит, что я хотела бы сказать по поводу описания я его, естественно, уже просмотрела и оно вызвало у меня нервное подергивание глаза поскольку оно составлено таким же примерно точным образом, как и описание на шлем то есть там снова попетельные все эти моменты которые меня очень нервируют но, кроме этого, там еще есть момент где нужно сшивать трикотажным швом но, насколько я понимаю, там платочная вязка и, наверное, я сшивать именно не буду я просто буду использовать метод соединения при помощи двух спиц я думаю, на YouTube есть уроки по этому способу но, возможно, я сегодня сделаю еще одно включение и если я смогу отвязать, как бы это сказать низ шапки, да, и потом я буду его сшивать то я обязательно сделаю включение и покажу вам, каким образом я это делаю вот, возможно, кому-то из вас этот способ окажется удачным ну, и заодно покажу, как у меня продвигается процесс поэтому, я думаю, сейчас я приступлю к вязанию и затем еще подключусь покажу вам, что мне удалось связать и, наверное, я постараюсь сегодня отвязать низ шапочки вот, и обязательно покажу вам, как, собственно говоря я соединяю платочную вязку без сшивания скажем так, имитируя шоу петля в петлю, да, на платочной вязке при помощи двух спиц мне этот способ очень нравится таким образом петли соединяются довольно быстро и не нужно ничего сшить вот, так что да, друзья, пойду я вязать до следующего включения и я с вами не прощаюсь в общем, друзья, как и обещала возвращаясь к вам, снова включение и показываю, как у меня продвинулся сегодняшний процесс на самом деле я очень сомневалась успею ли я к моменту, как мне нужно будет выкладывать видео и довязать то, что я вам обещала и показать момент соединения двух частей шапочки да, при помощи спиц но, скажем так, я успела я очень старалась и успела хотя, скажем так, это было непросто вот, значит, первый момент на котором я хотела бы остановиться это то, что это вяжется очень долго правда, очень долго и на эту нижнюю часть шапки, скажем так на эту ушло довольно много пряжи то есть здесь больше, чем один моток моток на минуточку выглядит вот таким вот образом да, он, конечно, небольшой но, тем не менее здесь 75 метров пряжи вот, я извязала больше мотка здесь больше 60 грамм и, наверное, где-то около 70 грамм я бы даже так сказала то есть довольно-таки много зачем здесь стоят маркеры я сейчас вам расскажу дело в том, что по описанию мне нужно было определить центральную часть ушек это именно ушки торчат так забавно и здесь я буду привязывать пол и шнур и корт значит, всего у меня остался вот такой вот моточек пряжи у меня осталось 64 грамма белого цвета и также у меня есть 40 грамм темно-серого цвета который я планирую комбинировать я посмотрела по описанию что довольно немного провязать мне осталось именно макушку шапки и я уверена, что с этим моментом я довольно быстро справлюсь то есть самая такая долгая часть вязания этой шапки это именно низ и я его отвязала то есть это двойная такая, грубо говоря, шапочка то есть вот так это будет выглядеть к сожалению, на данный момент я не могу это ровно сложить поскольку у меня здесь где-то чулочные спицы это я сделала для того чтобы сейчас вам показать как я буду соединять вот эти два полотна между собой значит, что бы я хотела сказать у меня, конечно, есть некоторые сомнения насчет удачности посадки данной шапки возможно, это связано с тем что я использовала не ту пряжу которая указана в описании да, я использовала дроп с Непал да, я попала в плотность но у меня другая пряжа поэтому, возможно, это как-то обуславливает характеристику пряжи и посадку но мне кажется, что лобная часть вот этот вперед он немного шире, чем мне нужно и за счет этого ушки немного не на том месте находятся где мне хотелось бы вот, поэтому я сомневаюсь хорошо ли эта шапка будет в итоге сидеть но, тем не менее, я ее вяжу и это будет такой пилотный, скажем так, вариант пробный экземпляр если шапка кажется удачной то я, по крайней мере, буду знать как она вяжется и в будущем, если мне захочется связать что-то подобное я просто буду использовать данное описание но все расчеты буду делать уже сама опираясь непосредственно на мерки своей дочери зная, сколько сантиметров где мне конкретно нужно провязать и, наверное, здесь бы мне стоило отметить что лично для меня неудобство я бы не сказала, что это не достаток лично для меня это неудобство работы с описанием по крайней мере с описанием данного автора это то, что там нет никаких мерок в сантиметрах для того, чтобы если ты используешь какую-то пряжу либо, возможно, у тебя в процессе вязания как-то меняется плотность ты не можешь себя проконтролировать то есть, например грубо говоря, там сказано провяжите столько-то рядов ну и можно было в скобочках написать примерно сколько это сантиметров для того, чтобы человек, который вяжет мог взять сантиметровую ленту и, грубо говоря, замерить и посмотреть правильно у него провязано или нет то есть, ну, мне кажется это было бы более удобно наверное, для тех, кто вяжет вот, а не просто вязать вот на глаз и надеяться, что в итоге у тебя получится что-то путнее вот, так что да наверное, сейчас я попробую опустить камеру пониже и покажу вам, каким же образом я буду сейчас это все соединять итак, друзья прежде чем приступить к сшиванию нам необходимо определиться где у нас будет низ вязания и верх поскольку у меня здесь вот заканчивается вязание рабочая нить находится здесь я решила, что это будет верх моего ряда да, а это будет низ и моя буду сшивать снизу вверх вот так вот для того, чтобы петелька финальная, которая у меня образуется была вот здесь вверху итак, значит, в работе у нас будет находиться левая спица и правая спица значит, мы берем правую спицу вот эту и снимаем петлю с левой спицы на правую затем петлю, которая у нас находится на правой спице мы набрасываем на левую вот таким образом у нас образуется протяжка и эту протяжку мы возвращаем на левую спицу затем мы берем левой спицей и снимаем петлю с правой спицы и снова делаем протяжку в этот раз петлю с левой спицы протягиваем через правую спицу и возвращаем полученную нами петельку обратно на правую спицу. После этого снова берем правой спицы, снимаем петлю с левой, делаем протяжку и возвращаем на левую. Левой спицей снимаем петлю с правой, делаем протяжку и возвращаем на правую спицу. Теперь правой спицей снимаем петлю с левой, делаем протяжку и возвращаем на левую спицу. Снова снимаем левой, делаем протяжку и возвращаем обратно на правую спицу. Теперь правой спицей снимаем, делаем протяжку и возвращаем на левую. Левой спицей снимаем петлю, с правой делаем протяжку, возвращаем на правую спицу. Вот таким образом у нас формируется наш шов. Видите, как все красиво получается. Вот таким вот образом мы сшиваем до конца. И да, друзья, когда я дойду до конца, я покажу вам, что у нас образуется в итоге. И, наверное, для вашего удобства я эту комбинацию пропишу на экране и вставлю в данном моменте. Если вдруг вам неудобно, то я советую вам просто последовательность. Правая спица, левая и так далее. Прописать себе на листочке и использовать в процессе вязания. Просто можете туда посматривать и вязать. Это на самом деле очень быстро, очень удобно и ничего не нужно сшивать. Вот так вот это выглядит. Очень аккуратно, сшивания никакого нет. Вот, выглядит все очень-очень красиво. И это идеально для платочной вязки. Вот так. Так что да, буду я сейчас сшивать и вставлю вам обязательно описание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, последнюю петельку я затягиваю. Просто я оставляла рабочую нить и вот так вот делаю узелок. То есть у меня оставалась специальная рабочая нить вверху, и именно при помощи этой нити я затягиваю последнюю петельку. Вот так вот это выглядит. Давайте посмотрим, как это выглядит по лицевой стороне. Вот так вот. Мне кажется, это довольно аккуратно. Никаких намеков на какой-то грубый некрасивый шов здесь нет. Никакой перетянутости тоже. После бетоли это еще больше расправится. И что мне нравится больше всего, это очень-очень быстро. Вот, значит, теперь давайте посмотрим, что у меня с собой представляет шапка. Вот. Вот так вот это будет выглядеть. Я надеюсь, что я сложила все правильно. Ну, может быть, я не очень ровно это все, конечно, сейчас положила. Ну, вот примерно вот так. Примерно вот таким вот образом будет выглядеть шапочка, над которой я буду продолжать работу. В общем, друзья, на сегодня у меня это было все. Спасибо вам огромное за то, что вы досмотрели это видео до конца. Также спасибо вам за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы так тепло приняли этот проект. И так активно обсуждаете со мной некоторые детали моих текущих процессов в комментариях. Мне очень приятно. Я обязательно каждому из вас отвечу. Если вдруг еще этого не сделала на момент выхода этого видео, поскольку я планирую обязательно сесть и ответить на каждый комментарий. Кроме того, друзья, я по-прежнему буду очень рада увидеться с вами в комментариях уже под новым этим видео. И обсудить с вами, как мой новый процесс. Возможно, вы уже вязали шапочку по этому описанию. И вы можете поделиться со мной опытом, который у вас есть. Поскольку, как я уже говорила, у меня есть некоторые сомнения насчет удачности посадки. Как вы видите, да, ушки находятся слишком сзади, а передняя лобная часть очень большая. Мне кажется, если бы шапочка была, ну вот скажем так, где-то вот такая, да, то есть задняя часть ее была бы немного длиннее, а передняя немного короче. Возможно, тогда она не вызывала бы у меня таких, ну скажем так, сильных сомнений. Поскольку, как мне кажется, шапка довольно теплая. И если она не будет закрывать ушки, то смысла в ней, ну, ноль, скажем так. Вот, но тем не менее, как я говорила, это опыт. Я просто разбираюсь с этим описанием. Я никогда не вязала подобные шапочки. И это для меня своеобразный, скажем так, опыт, который я получаю. Поэтому у меня никаких особых претензий нет, особых ожиданий тоже. Я просто извязываю остатки пряжи, тестирую различные описания, ищу идеальные модели, которые можно не просто связать, да, но и носить, скажем так, в жизни. И они будут удачны. Поскольку, как известно, все детки разные, у всех разные потребности, да, кому-то достаточно тоненькой мериносовой шапки, кому-то на более теплая шапочка. И да, друзья, у меня под предыдущими видео вы спрашивали, не колется ли моей дочери пряжа лет лопи. Нет, она ей не колется, она ее очень любит. И ни на одну шапку или свитер из этой пряжи она не жаловалась, по крайней мере, пока. То есть никаких нареканий по поводу колкости пряжи нет. Я думаю, здесь очень многое зависит от климата. Если у вас слишком тепло для шерстяной пряжи, то, естественно, какая бы она ни была, даже там с 20% шерсти она будет колоться. И вам необходимо выбирать более легкие, наверное, составы, если вашим малышам колется. У нас климат довольно-таки суровый, поэтому любые шерстяные вещи, да, в том числе шапки, воспринимаются на ура, одобряются и носятся. Вот, и, к слову, я замечала вот лично по себе, если я одеваю лопопейсы из дроп с Непал летом, то я могу ощущать какое-то покалывание, если мне жарко. Если же я одеваю их зимой или осенью, даже с пуховиками, просто ноговое тело, мне довольно комфортно, никогда ничего не колется и не кусается, поскольку немного другая погода. Вот, поэтому я думаю, очень важно подбирать пряжу и материал, из которого вы вяжете, опираясь на те погодные условия, в которых вы живете. Вот, поскольку у нас холодно, пряжа лет лопе нам отлично подходит. Вот, я надеюсь, что на ваши вопросы я ответила. Вот, обязательно задавайте их, если они у вас будут в комментариях, всем обязательно отвечу. Увидимся с вами уже завтра, в новом дне нашей тематической недели стартов, узнаете о моем новом процессе. Я же сейчас буду загружать видео на канал и побегу смотреть, что там интересненького сегодня навязали девчонки. Вот, так что да, до новых встреч, ребят, и пока-пока!